Полмиллиарда рублей на капитальный ремонт, именно столько на работы в своих домах, собрали югорчане с сентября 2014 года. Лидерами по оплате и накоплению взносов на капремонт стали жители Ханты-Мансийска, Коголыма и Белоярского района. В этих муниципалитетах собрали более 90% начисленных средств. Посчитано, что квитанции за капремонт в срок и без задержек оплачивает только каждый третий житель региона. Всего же по округу уровень собираемости составил около 60%, и это, отмечу, выше, чем подобные показатели во многих субъектах России. Добавлю, что высокие позиции в рейтинге по оплате взносов занимают Югорск, Нефтьюганск, Калангипас, Нягонь, Радужный и Урай. Ну а Сургут в компании с покачами собирают на капремонт всего около 40% от начисленных средств. У нас вот, как же привыкли, да, управляющая компания управляет, думаем, по 175 получала субсидию. То есть она знает жильцов этого дома, она знает, если не поча договориться. Сейчас просто выглядели люди, которые вообще, в принципе, далеки от управления МКД, далеки от отношений с жильцами. То есть у нас жители, люди, физические лица, то есть это немножко другая категория. То есть люди, которые выполняли работу для коммерческих организаций, то есть там все проще. Вот задача, вот те сроки, вот тебе участок работы и работы. То есть здесь нет, здесь надо прийти, договориться, отпустите меня, пожалуйста, в помещение, нужно поменять там то. Нет, люди просто говорят, а мы не хотим, а нам не надо. Чтобы отремонтировать дома, которые попали в региональную программу на ближайшие три года, нужно более 6 миллиардов рублей. Эти финансы пойдут примерно на 800 зданий. В капремонте, напомню, участвуют не только средства, собственников жилья, но и господдержка. Например, на ремонт первых 800 домов из бюджетов разных уровней выделили примерно полмиллиарда рублей. Кстати, всего за 30 лет реализации окружной программы в планах отремонтировать больше 6,5 тысяч зданий. На сумму порядка 60 миллиардов. Это, в свою очередь, должно улучшить жилищные условия 400 тысяч югорских семей. Что еще нового? Были изменения в закон, да, 54 ОЗ. Если у нас раньше, допустим, со спецсчета, ну вот, если у нас, допустим, есть счет, общий счет в фонде югорского оператора, и для перехода на спецсчеты, то есть это СЖ, там, или кто-то еще создает спецсчет для перехода. Теперь было два года, да, давалось. Теперь год.